Всем привет! В этом видео я расскажу, как сделать так, чтобы ваша спина перестала быть кривой, а стала прямой. Короче, как выпрямить спину? Лично у меня, когда я расслабляюсь, есть небольшой горб. И то же самое происходит у большинства людей. Потому что, когда мы сидим за компьютером, когда мы просто читаем, когда мы смотрим в телефон или просто ходим и расслабляемся, можно заметить, что у нас появляется горб, пузо уходит вперед и шея уходит вперед, дабы стабилизировать всю эту систему равновесия спины. Короче, мы искривляем свой позвоночник. Если не выпрямлять свой позвоночник, то в старости вы станете маленьким, и вы просто не сможете выпрямиться, потому что, ну, не сможете вы выпрямиться. А также запущение этого всего дела приводит, а также это может приводить к болям уже в 17 лет, как у меня, и все. Поэтому очень важно сделать так, чтобы ваша осанка и спина в целом стали прямыми, ровными, отличными, крутыми. Все, поехали! В этом видео я покажу всего лишь два упражнения, а также дам один совет, которые помогут сделать вашу спину прямой. Выполняя эти два упражнения каждый день и также придерживаясь вот этому совету, результат не заставит себя долго ждать. Поехали! Для первого упражнения вам понадобится стена, самая обычная стена, прямая желательно. Стены есть в любом доме, потому что дома состоят из стен и крыш. Точно? Ну да. Поэтому, как бы, найти стену вам не заставит труда. А для второго упражнения вам понадобится еще мячик. Самый обычный, самый обыкновенный, теннисный, бейсбольный. Вы можете сделать его из газет, создать из тетрадки за 8 рублей, ну, или взять скотч, стыкзить у своего друга и сделать из него небольшой мячик. Сейчас запилим мячик. Готово! Поехали! Первое упражнение нужно выполнять, сидя на полу. Садимся к стене, выпрямляем спину максимально. Жопа, лопатки, голова и плечи должны быть прижаты к стене. И теперь, сделав вот так вот руки, выполняем такое движение. Просто поднимаем руки вверх. При этом не отрывая локти от стены. Может показаться, что это легко, но нихрена это не легко. Если у вас прямая спина, то вы сделаете это абсолютно без усилий. Но если у вас, как у меня, есть хотя бы небольшой горб, то каждый такой подъем рук будет вам даваться очень тяжело. Выполняем это упражнение секунд 40, ибо в конце, через некоторое время, ваша спина забьется так жестко, что вы просто забейте. Вам будет немного больно в мышцах. Выполнив это упражнение, можно перейти ко второму упражнению. Второе упражнение, как я уже говорил, требует мячика. Берем мячик, ставим его так, чтобы он оказался на месте вашего горба. То есть вот, уровень вашего горба. Горб примерно у всех в одном месте. Вот он. Мы ставим, располагаем мячик так, чтобы он был примерно именно в этом месте. И также максимально стараемся прижаться к стенке. И теперь все, что нам нужно, это просто катать этот мячик по спине. И это классный массаж. Помимо того, что будет офигительный классный массаж, так еще вы улучшите вашу осанку. Делать нужно несколько подходов. То есть вы сделали на полу, вы сделали с мячиком. Отдохнули, опять сделали на полу, сделали с мячиком. Отдохнули, опять сделали на полу, сделали с мячиком. Уйдет примерно 5 минут. Этих 5 минут хватит, чтобы улучшить спину и сделать ее ровной, красивой и сильной. Все. Помимо выполнения упражнений, вы должны развить привычку все время держать спину ровной. А именно, напоминать себе о том, что ее нужно держать ровной. К примеру, вы сидите за компьютером, вы как всегда расслабились, ваша спина кривая. И тут хопа, вы вспомнили о том, что нужно держать спину ровной. И сразу же ее выпрямили. В скором времени ваш организм будет автоматически держать спину ровно. И вам не нужно будет вспоминать о том, что нужно выпрямить осанку. Она и так будет все время сама прямой. Ежедневно выполняя упражнения и все время держа спину ровно, вы очень быстро добьетесь нужного результата. И прямая осанка не заставит себя долго ждать. Вроде все. Но на этом все. Надеюсь, я тебе помог. И теперь ты не будешь как волк из мультика. Если тебе понравился ролик, то поставь лайк, подпишись на канал, жди следующих видео. И все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok